Какая замечательная уточка, подумали вы. Но нет, это не кто иной, как селезень. Самец утки-мандаринки. В природе он выглядит куда эффектнее, чем дама, серая и невзрачная. Вот такая несправедливость. Правда, щеголяет мандарин в ярком наряде не круглый год, а исключительно в брачный период. А вот после линьки все встает на свои места. Но почему утку назвали в честь фрукта? Все просто. Дело в том, что в Китае, где она изначально обитала, мандаринами называли не фрукты, а вельмож, которые вычурно и помпезно одевались. И из-за свое необычайно яркое оперение китайскую утку тоже назвали мандаринкой. И ведь похоже. До сих пор эта птица является символом культуры Востока, а ее изображение украшает всевозможные предметы быта и искусства. Павлины утиного мира живут только на деревьях, а свои гнезда обустраивают как белки в дуплах на высоте от 4 до 6 метров. Да, утка живет на дереве. Неожиданно. Просто эволюция наградила пернатую не только крыльями, но и прекрасными острыми коготками. Они тоже помогают ей взбираться на деревья. На высоте птенцы и яйца будут в безопасности. Интересно, что мандаринка откладывает яйца в разные дни, но не садится на них, пока не отложит последнее яйцо. Это нужно для того, чтобы детвора вылупилась одновременно. Как только барышня усаживается на кладку, ее супруг Селезень, как настоящий джентльмен, активно заботится о ней. И поесть принесет, и согреет, и защитит в случае чего. Пару утки создают на всю жизнь. Вот такая мандариновая верность. Но погодите, взрослые понятно, а вот как птенцы спускаются с дерева? Неужели с первых часов жизни они уже умеют летать? Нет, этому они научатся только спустя 6 недель. А пока все происходит иначе. Мать спускается вниз, подзывает малышей свистом, и они смело пикируют вниз. Нам за них страшно, а утки нет. Это природный инстинкт. Приземлились, оттряхнулись и засеменили за мамулей, которая подготовила своим малышам завтрак, обед или ужин. Лягушек, улиток, ягод, рыб и на десерт чудесных дубовых желудей. На таком изысканном питании утята вырастут до 50 сантиметров в длину, но будут весить не более 800 граммов. С такой миниатюрностью взрослые утки-крохи отлично лавируют в лесных зарослях и с легкостью взлетают как с воды, так и с земли. Но в отличие от остальных утиных собратьев, ныряние мандаринкам не по душе. Подводное плавание им по силам, но прячутся под воду они лишь в случае опасности. Зато пролететь в конце осени тысячи километров в поисках местечка потеплее они вполне способны. Сегодня утки-мандаринки занесены в Красную книгу. Насчитывается до 25 тысяч особей. Большая часть из них живет в России, остальные в странах Восточной Азии. А еще мандаринок разводят в домашних условиях. Они прекрасно находят общий язык с человеком и домашними питомцами. Но на лоне природы этим милым птичкам все же намного лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!